МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создание новых рабочих мест и модернизация службы клиентской поддержки. В Самаре открыли колл-центр Почты России. Сотрудники конной полиции вышли в рейд по загородному парку и провели профилактические беседы. Какие советы дали отдыхающим? В Самаре состоялся форум местного и общественного самоуправления на местах Приволжского и Уральского федеральных округов. Площадка стала отличной возможностью для ТОСов нашего региона и приглашенных в Самару гостей поделиться лучшими практиками, опытом управления и компетенциями, накопленными за долгие годы работы. Михаил Ермоленко обо всем подробнее. Первый межрегиональный форум на местах в этом году в Самаре собрал участников из 20 субъектов России. В столицу региона приехали гости из Приволжского и Уральского федеральных округов. В работе площадки приняли участие депутаты Государственной Думы Виктор Кидяев и Виктор Казаков, представители федеральных министерств и ведомств, правительство Самарской области, Советов муниципальных образований и субъектов России. Главные цели форума – обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ и муниципалитетов, развитие инструментов муниципального сотрудничества и обратная связь между жителями и публичной властью. Участники в рамках секции обсуждали механизмы вовлечения граждан в решение социально значимых вопросов муниципалитетов. Одно из главных изменений в этой цепочке – территориальное общественное самоуправление. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, это сообщество ближе всего к людям и, как никто другой, чувствует насущные интересы, потребности и нужды. Развитие территориального общественного управления в наших городах и селах – это задача чрезвычайно важная. Я бы даже сказал, миссия от успеха, которой во многом зависит будущее страны. Потому что какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы планы не строили, воплощение задуманного в жизнь зависит в первую очередь от вовлеченности в эту работу граждан, общества. За прошедшие годы количество территориальных общественных самоуправлений в Самарской области выросло практически на четверть – со 134 до 170. ТОСы за время работы накопили колоссальное количество компетенций, ценного опыта, которыми готовы делиться со своими соседями. Во время форума эксперты особо отметили достижения Самарской области в развитии общественного самоуправления. ТОСы региона по собственной инициативе оказались в авангарде помощи бойцам на передовой специальной военной операции. Сообщество помогает людям собирать и отправлять гуманитарную помощь, занимается изготовлением экипировки и снаряжения для защитников. Уникальные программы реализуют и в сфере благоустройства. Здесь особенно помогает проект «Содействие». Он был разработан при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. ТОСы выступили Центром аккумуляции гражданских инициатив. Благодаря им вот уже шесть лет в губернии преображаются дворы и другие общественные пространства. За это время выделили более одного миллиарда рублей, реализовав порядка двух тысяч заявок на благоустройство. Дмитрий Игоревич в своем выступлении затруднил наш проект «Содействие», который с 2017 года развивается очень успешно. И с каждым годом участник этого проекта только увеличивается. Сейчас могу сказать, что уже формируются реестры, листы ожидания, потому что заявок гораздо больше, чем можно воплотить в жизнь в течение одного календарного года. Благодаря таким площадкам, как форум на местах, представители территориальных общественных самоуправлений с большим опытом становятся наставниками для более молодых организаций. Компетенции готовы перенимать и внедрять в разных регионах. Мне очень понравилось. У вас действительно это движение уже развито достаточно давно, активно. И у вас очень такие конструктивные тосы уже. Некоторые моменты они даже прошли, уже пережили, которые я еще только на сегодняшний день переживаю. Это на самом деле очень интересно, очень большой опыт. В 2022 году на развитие и проекты территориальных общественных самоуправлений Самарской области суммарно из всех уровней бюджетов привлечено более 144 миллионов рублей. Эта сумма на 64% больше, чем в 2021. Сейчас правительство региона активно развивает школы для обучения и повышения квалификации председателей Советов ТОС в рамках проекта «Мой дом». Помогают и финансово, внедряют программы для субсидирования, такие как президентские гранты и конкурс лучших практик территориальных общественных самоуправлений от Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области. ТОСом региона оказывают методическую и консультационную поддержку. Для работы предоставляют отдельные помещения с оргтехникой, оплачивают коммунальные услуги. И с каждым годом подобных мер будет появляться все больше. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В Самаре открыли крупнейший федеральный контакт-центр Почты России. 500 новых рабочих мест появятся в городе. Открывал колл-центр губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности в сюжете. То есть вы прошли подготовку, вы недели, да? И уже начинаете работать с обращением? Да. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл в Самаре единый федеральный колл-центр. Его работу оценили генеральный директор Почты России Михаил Волков и депутат Госдумы Александр Хенштейн. Здание разместилось на территории бывшего сортировочного узла. Оно расположено в центре города по соседству с железнодорожным вокзалом. Реализуя проект, капитально отремонтировали помещение. Рабочие места организовали в формате открытого офисного пространства. Я уверен, что за этим проектом последуют и другие. У нас уже есть целый ряд направлений. Сотрудничество с Почтой России. Это восстановление отделений почтовой связи. Это и создание логистического центра. Это еще один шаг вперед. Уверен, что это сотрудничество будет день от дня крепность. И новые проекты не заставят себя ждать. Но и само открытие такого центра очень важно. Почта – это сегодня современная клиентоориентированная компания. И открытие этого клиентского центра тому яркое подтверждение. Центр рассчитан на одновременную работу 500 специалистов. Половина будет обслуживать физических лиц. 200 – юридических. 20 окажут поддержку в социальных сетях. Остальные будут проводить выплаты клиентам. Новый современный почтовый колл-центр – это не только новые рабочие места и пополнение регионального бюджета. Это еще и признание Самары в качестве одного из ключевых цифровых центров страны. Это, с одной стороны, плюс для региона, потому что 500 рабочих мест, потому что преобразившиеся здания, дополнительный фактор статуса нашего региона, как крупного связного. Но и это важно с точки зрения развития, конечно, почты. Сегодня непростая ситуация на почте. И те шаги, которые предпринимаются, и с которыми я не во всем, Михаил Юрьевич, согласен, вызывают большое социальное беспокойство людей. Необходима структура, которая будет это напряжение снимать, и этот центр, я надеюсь, это решит. Специалисты центра будут круглосуточно отвечать на обращения граждан предприятий и организаций со всей страны, поступающие с официального сайта Почты России, из соцсетей, чатов, по телефону, а также из почтовых отделений. Кроме того, будет взаимодействие с заграничными почтовыми организациями, что позволит решить проблему международных отправлений. Самарская область уже традиционно наш большой, надежный партнер. И подтверждение этого те проекты, которые мы реализуем и будем реализовывать на территории Самарской области. И, конечно же, этот проект, действительно проект федерального уровня, это первый большой центр федерального клиентского обслуживания. Для нас очень важно быть 24 на 7 на связи с нашими клиентами, с жителями. Наша задача не просто отписаться, не просто дать какой-то дежурный ответ, а решить обращение, решить проблему. Глобальное переформатирование службы клиентской поддержки – первоочередная задача Почты России. Как рассказал генеральный директор Михаил Волков, в планах сократить количество времени для решения проблем клиентов, максимально закрыть его потребности при первом же обращении. Согласно расчетам, открытие нового колл-центра в Самаре позволит в ближайшее время сократить время решения проблемы в 4 раза. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Самарская область продолжает готовиться к выборам. В дни голосования 8, 9 и 10 сентября жителям региона предстоит выбрать губернатора Самарской области. А в отдельных муниципальных образованиях – депутатов, представительные органы. О механизмах сотрудничества всех заинтересованных субъектов в обеспечении легитимности электоральной кампании и о защите прав граждан на каждом ее этапе сегодня говорили в избирательной комиссии Самарской области. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. Обеспечить проведение честных и прозрачных выборов и защитить избирательные права граждан – одни из приоритетных направлений всей избирательной кампании. Поэтому вовлечение в этот процесс структур, которые призваны защищать права граждан, имеет большое значение. Сегодня в избирательной комиссии Самарской области состоялось подписание протокола о взаимодействии между избиркомом, уполномоченным по правам человека Самарской области и областной общественной палатой. По словам сопредседателя общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Виктора Полянского, подписывая такой документ, стороны тем самым демонстрируют единство целей и задач в избирательном процессе. И это не просто сформировать власть, но и обеспечить защиту прав и интересов избирателей. Это будет содействовать тому, чтобы наши избиратели спокойно в добросовестной ситуации и условиях смогли реализовать свои избирательные права. Выразить волю, и на этой основе мы должны получить поддержку тех кандидатов на соответствующие выборные должности, которые будут действовать в интересах всей Самарской области и избирателей в отдельных муниципальных образованиях. Такое документально зафиксированное сотрудничество создает дополнительные гарантии для обеспечения законности и прозрачности всего электорального процесса. По словам председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима Михеева, эффективность этого взаимодействия уже была отмечена в прошлых избирательных кампаниях. Только комплексный подход может обеспечить объективность в решении возникающих вопросов. Когда с разных сторон идут разные мнения, разные суждения, мы вот здесь вот вместе вырабатываем то решение, которое в дальнейшем позволит, если было нарушение, вообще избежать таких ситуаций. Поэтому я считаю, что вот это взаимодействие, оно себя показало эффективно. И я думаю, что и на этих выборах мы сможем находить те точки соприкосновения для того, чтобы максимально реализовать и помочь реализовать нашим избирателям свои права. Совместная работа сторон затронет рассмотрение обращений граждан в ходе электорального процесса, в том числе поступающих на горячую линию. Обмен информацией, совместные консультации, круглые столы, а также выработка по итогам всей кампании предложений по совершенствованию избирательного законодательства тоже лягут в основу такого взаимодействия. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. В Самаре сформировали и отправили в расположение 2-й общевойсковой гвардейской армии гуманитарный конвой. Он стал 18-м в рамках проекта «Своих не бросаем». Необходимые вещи для солдат собрали Союз народов Самарской области и Дом дружбы народов, а также региональная общественная палата. Подробнее в нашем сюжете. Продукты питания, предметы гигиены и персональные подарки для поддержания духа почти тысячи воинов. Именно такими вещами наполнен 18-й гуманитарный конвой от Самарской области в рамках проекта «Своих не бросаем». Все это по просьбам солдат собирали представители Союза народов Самарской области и регионального Дома дружбы народов. Дополнила груз продуктами и вещами и областная общественная палата. Все нации, национальности приняли участие кто как мог. И я им очень и очень благодарен всем руководителям национально-культурных объединений. Они душой болеют за нашу страну, за нашу область. Спасибо, что в нашей области есть такие действительно преданные люди в своей стране. Кроме того, в машину загрузили стройматериалы для восстановления школы в одном из населенных пунктов. Она пострадала после бомбардировки. Ее восстановят к первому сентября. Мы везем здесь те стройматериалы, которые наши дефектовщики выявили для того, чтобы восстановить эту школу. Это линолеум, это бетонная стяжка, это дерево для того, чтобы отремонтировать кровлю, и это кровельные материалы. Также солдатам передали более 4000 ленточек с российским триколором в знак поддержки и признания. Логистику и сопровождение гуманитарного конвоя из Самары до расположения 2-й общевойсковой гвардейской армии и подразделений Самарского батальона будут осуществлять военные при содействии фонда «Звезда Элира» и Самарского областного комитета воинов Отечества. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре прошел круглый стол. Здоровый муниципалитет, здоровый регион, здоровая страна. На него пригласили студентов, представителей ТОСов, активных горожан. Основным вопросом стало создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни. Подробности в нашем следующем репортаже. На круглый стол здоровый муниципалитет в Самару специально приехал вице-президент Общероссийской общественной организации Лига здоровья нации Николай Кононов. Он рассказал студентам, представителям ТОСов и активным горожанам о программе «Облако здоровья». Она подразумевает бесплатные консультации врачей из федеральных центров. Это, конечно, очень сложная задача на сегодня для человека. Но первое, это, конечно, смотивировать человека, чтобы он хотел быть здоровым. А второе, это создать условия для того, чтобы он имел возможность это сделать. И вот программы, которые есть в большом, так сказать, таком проекте «Здоровый муниципалитет», как раз и предполагают с одной стороны создание условий, это маршрут здоровья, это лидеры или инструктора по здоровому образу жизни. Площадкой для круглого стола выбрали Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Его студенты регулярно участвуют в проектах в качестве организаторов и волонтеров, например, направленных на борьбу с курением. Многие сами бросили эту вредную привычку. Мы глубоко изучили и решили, что у нас такие шикарные условия в городе Самара, где есть заниматься спортом, стать более красивыми, более востребованными, потому что все специальности связаны в итоге с организацией сервиса для людей. Мы, кстати, это и на уроках говорим тоже. Мы решили, что здоровыми и красивыми мы будем более выгодными участниками сервисных каких-то мероприятий, чем нежели тот, от которого есть какой-то неприятный запах. Статистика показывает, что в Самарской области на путь к здоровому образу жизни встает все больше людей. И мы видим интересные сдвиги по разным возрастным группам. На самом деле, как ни странно, началось, на мой личный взгляд, с лиц старшего возраста. И вот эта система серебряного волонтерства и прочее сыграла здесь огромную роль. Отметим, что в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова в День семьи, любви и верности стартовал проект «Здоровая семья, здоровые дети». Светлана Тимофеева, Петр Паломеев, События. Далее, коротко о других событиях дня. Российские компании, не связанные с нефтегазовой промышленностью, показывают рост выручки. В апреле этого года обороты несырьевых предприятий увеличились почти на 7,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, выручка таких компаний с января по апрель увеличилась в годовом выражении на 0,4% до 52 триллионов рублей. При этом такие отрасли, как электроэнергетика, строительство, научная деятельность, транспортировка и хранение, гостиничный и ресторанный бизнес показали наибольший рост выручки за последнее время. Федеральная налоговая служба реализует новый механизм. Теперь у россиян будут списывать деньги с единого налогового счета автоматически. Согласно разъяснениям, списание будет происходить сразу в день отправки уведомления, и налоговая будет сама распределять средства в счет уплаты разных налогов. В бюджет будет уходить только та сумма, которую гражданин должен был уплатить, оставшиеся деньги продолжат храниться на счете. Правительство планирует выделить на программу выплат по ипотеке семьям с тремя и более детьми дополнительные 15 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Планируется, что многодетные родители получат выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение займа на жилье. Благодаря этому более 33 тысяч многодетных семей по всей России смогут улучшить свои жилищные условия. Всего в этом году на возмещение средств кредитным организациям в федеральном бюджете выделено 60 миллиардов рублей. Жители Самары выразили признательность сотруднику Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города за отзывчивость и своевременно оказанную помощь. Об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции. Ранним утром к инспектору ДПС на Южном шоссе обратился за помощью мужчины, который вез в больницу свою 9-месячную дочь. Она начала терять сознание. Старший лейтенант полиции Дмитрий Зубов доставил ребенка до ближайшей больницы на патрульной машине, включив сирену. Девочку госпитализировали, оказали помощь и через две недели выписали домой. Родители поблагодарили Дмитрия Зубова за спасение дочери. В гидрометцентре заявили, что июнь установил сразу три мировых рекорда. Первый месяц лета стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике, рассказал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, июнь на полградуса превзошел средние показатели последних 30 лет. До этого рекорд принадлежал 2019 году. В этом году в Самаре произошло 27 ДТП с участием велосипедистов. Основные нарушения, которые допускают велосипедисты, это переезд проезжей части, не спешившись, и на красный сигнал светофора. Сотрудники госавтоинспекции Самары провели профилактический рейд велосипедист. Он прошел вблизи парка имени Гагарина, где особенно любят отдыхать самарцы. Подробности в сюжете Елена Чернявской. Зебра – это то место, где любой велосипедист обязан на время стать пешеходом, если нужно пересечь проезжую часть. И самарцы, которых мы первыми встречаем на велосипедах, правила знают. Начинающие велосипедисты получили уроки безопасного вождения от представителей госавтоинспекции и общественной организации «Велосамара», которые объяснили участникам рейда типичные ошибки, допускаемые велосипедистами. Самое частое нарушение, которое, к сожалению, мы видим, это пересечение проезжей части по переходу на велосипеде, они обязаны спешиваться. Кто-то допускает вообще езду на красный свет, что тоже не должно быть. Ну и, конечно же, во время ночи, в любое темное время суток должны быть обязательно фонари. С начала года на территории города Самары зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 27 человек пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это количество увеличилось на 9 фактов. В это время к пешеходному переходу подъезжает мужчина, увидев сотрудника ДПС, сходит на дорогу и катит велосипед рядом. Все по правилам, но его все равно останавливают и устраивают небольшой экзамен. Оказывается, у молодого человека есть свой жизненный опыт, едва не ставший трагедией. Я возвращался с работы, время 11, вижу, машина едет километров 40-50. Я начал переезжать, он разогнался. Я успел затормозить прямо около него. С тех пор перехожу как надо, по правилам. Если я вижу, что водитель не хочет уступать, я остановлюсь, мне жизнь дороже. Мужчину отпускают, выслушав напоследок жалобу, что автомобилисты порой не считают велосипедистов за участников движения. С ним не согласен автолюбитель Алексей. Так как сам являюсь велосипедистом, в принципе, отношусь достаточно положительно. И считаю, что есть много адекватных велосипедистов, которые соблюдают как правила дорожного движения. Я всегда пропускаю, даже если он не спешивается, все равно стараюсь остановиться, как бы пропустить, потому что все понимаю, каждый хочет двигаться, каждый хочет перемещаться по городу. Велосипедист, севший за руль двуколесного транспортного средства, становится водителем и является полноправным участником дорожного движения, который обязан знать и соблюдать правила дорожного движения, сигналы светофора, знаки и разметки. Невыполнение элементарных правил безопасности заканчивается либо падением, либо ДТП. Этой весной и летом особое внимание инспектора ДПС уделяет в том числе и работникам служб доставки. Они все чаще становятся участниками аварий. Пока же в приоритете дети и подростки. Елена Чернявская, Петр Пламеев, События. Сотрудники конной полиции вышли в рейд по загородному парку. Кавалеристы провели профилактические беседы с самарцами, раздали памятки. Участники акции напомнили гражданам несколько простых, но эффективных правил, которые помогут избежать краж. Елена Чернявская вышла на дежурство с кавалеристами. Михаил Мокшин работает в конной полиции уже 11 лет. Он с детства привык общаться с лошадьми. Это и определило выбор его профессии. У деда Михаила была своя конюшня и маленький внук проводил там все свободное время. Ухаживал за животными, учился верховой езде. Сейчас Михаил является одним из самых опытных кавалеристов Самарской конной полиции, обучает стажеров и делится со своими коллегами полицейскими секретами работы со своенравными, но грациозными животными. Наша служба подразумевает работу при массовом скоплении людей. Люди совершенно разные. Кто-то может крикнуть, но, ну, ну, как привыкли в деревнях. Наши кони таких команд не знают. У нас запрещено их использовать. Для чего? Конь, если услышит, он ее просто не поймет. Он ее не воспримет на слух. Наши кони есть определенный перечень команд внутренних. Даже свист. Свист, разная тональность, разная продолжительность. Я могу коня остановить, заставить пойти. Могу с различным аллером его заставить идти. На галопе. С галопа перейти на рысь или на шаг. Михаил рассказывает, что главное в профессии это любовь к животным, без которой в полиции делать нечего. Поэтому забота о лошадях дело первостепенное. Как можно не любить этих прекрасных животных, я не понимаю. Если ты любишь животное, оно любит тебя на всю жизнь. Я начинал в этом взводе, у нас был орловский рысак, браслет. Когда он уже уходил на пенсию, его отвозили в Красный Яр. Вот вы не поверите, я стоял рядом с ним, выносил бы и слезы стекли. Это как будто оторвать от себя кусочек. Обычно конная полиция дежурит в парках и скверах города, там, где не может проехать патрульный автомобиль. Для обеспечения безопасности на пересеченной местности лошади это идеальный вариант. Сегодня Михаил с напарницей Юлией патрулировали загородный парк. Особое внимание к велосипедистам. Полиция предупреждает, участились случаи краш велосипедов. Алексей приехал покататься в парк на велосипеде и попал в поле зрения конной полиции. С молодым человеком провели беседу, по его словам, очень полезную. Узнал нового то, что у каждого велосипеда есть серийный номер, по которому его можно отследить в случае кражи. Что велосипед нельзя оставлять без присмотра где-то на открытой местности, то есть или в подъездах, или на лестничных площадках, потому что он очень легко угоняем. И желательно вы пристегиваете газомком. И обязательно записываете серийный номер велосипеда, чтобы не забыть, чтобы в случае кражи или утери где-то велосипеда можно было обратиться в полицию и найти его по этому серийному номеру. Сегодняшняя смена кавалеристов Михаила и Юлии закончилась. Но уже завтра они с новыми силами и чувством долга снова придут в парки и скверы Самары со своими верными друзьями, готовыми бежать с хрыстцой на помощь самарцам, попавшим в беду. Елена Чернявская, Игорь Козановский, События. Молодежный состав футбольного клуба Крылья Советов пока не может победить в матчах первенства МФЛ. Самарские стрелки завоевали еще одну медаль на чемпионате России в Подмосковье, а Анастасия Павлюченкова сражается на грунтовых кортах во Франции. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Футболисты Крыльев Советов проведут заключительный контрольный матч этого межсезонья. Команда в это воскресенье в 18 часов сыграет с Уралом на Самаро-арене. Для болельщиков ход будет свободный. По окончании игры пройдет шоу-матч с участием болельщиков Крыльев, владельцев абонементов, которые подали заявки и прошли отбор, а теперь получат уникальный шанс сыграть с футболистами основного состава команды. Молодежка Крыльев Советов провела второй матч в МФЛ. На домашнем поле самарцы принимали сверстников из команды «Мастер Сатурн» из Московской области. Счет в первом тайме открыли хозяев, отличился Асайдулин. Но уже через пять минут гости ответили голом Атаманского. Он же стал автором и победного мяча на 80-й минуте. 1-2, поражение Крыльев. Самарцы пока без набранных очков в чемпионате. Стартовали сборы мужской национальной команды по баскетболу Ю-18. В числе игроков, приглашенных на сборы, три баскетболиста системы клуба «Самара». Егор Амосов, Богдан Шувакин и Георгий Маруфов. Сбор продолжится до 6 августа. В течение сбора запланировано несколько матчей в рамках летней лиги «Уба». А также возможно проведение других товарческих игр. Их точные даты и соперники станут известны позднее. В Московской области завершился чемпионат России по пулевой стрельбе. Самарские спортсмены завоевали еще одну медаль. В командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберной винтовки мужская сборная Самарской области в составе Дмитрия Седова, Евгения Ищенко и Артема Филиппова завоевала серебряные медали, уступив по баллам лишь соперникам из Липецкой области. Тройку замкнула команда Ямала-Ненецкого автономного округа. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-125 во французском «Контрексвиле». Во втором раунде она переиграла испанку Розу Висен-Смас 6-4-7-6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. За это время Павлюченкова ни разу не подала на вылет, совершила 5 двойных ошибок, но зато взяла 7 геймов на подачи соперницы. За выход в полуфинал Анастасия сыграет против Сары Ирани из Италии. В личных встречах счет пока 6-2 в пользу россиянки. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале Госуслуг, информирование о ресурсах и возможностях портала. Все это могут получить жители в рамках выездных приемов специалистов МФЦ. Сотрудники оказывают консультации на базе территориальных ресурсных центров в рамках проекта Региональный центр поддержки председателей Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, Мой дом. С сентября прошлого года провели порядка 100 встреч. Более 900 человек получили ответы на интересующие вопросы, связанные с работой современных электронных систем. Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Самарской области действует закон о тишине, напоминает телеграм-канал администрации Кировского района. Летом, в период с 1 июня по 31 августа, по будням шуметь запрещено с 23 часов до 8 утра, в другие сезоны с 22 до 8. В субботу, воскресенье, нерабочие и праздничные дни соблюдать тишину необходимо до 10 часов утра. Если вы зафиксировали правонарушение, необходимо обратиться в полицию. Команда проекта Том Сойерфеста вместе с волонтерами создали во дворе улицы Коммунистическая, 5, интересное пространство. Своими руками отреставрировали наличники и подарили им новую жизнь. Они были вывезены из старых деревянных домов Самары, которых уже нет. А память о них теперь живет здесь, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района. Поезд Победы впервые посетит Самарскую область. В город трудовой доблести Сызрень уникальный состав прибудет 16 июля и отправится дальше в этот же день. А 17 и 18 июля посетить экспозицию смогут жители Тольятти. Затем иммерсивный состав направится в столицу региона город трудовой доблести Самару, где простоит 4 дня с 19 по 22 июля. Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта. Выставка музея разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции. Поезд Победы первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok